Бессмертный полк Которая началась в первой неделе января этого года И будет продолжаться в течение всего года Каждую неделю, подчеркну, каждую неделю В специальном разделе сайта нашей библиотеки Появляется история об участнике Великой Отечественной войны Это родственник наших с вами земляков Жителей Петропавловского-Камчатского Они приходят в библиотеку, приносят фотографии Приносят орденские книжки, ордена и медали Я видела похоронки, я видела партизанские книжки Видела справки из госпиталей Все это вечные свидетельства памяти Об участниках войны, которые хранятся в семьях Хочу сказать, что многие мои коллеги Сотрудники библиотеки откликнулись на эту акцию И также рассказали о своих родных Я даже представить не могла, что у многих из моих коллег Такие героические отцы, деды и прадеды Герои нашей акции, они самые разные И уходили на фронт как 18-летними мальчишками Так уже и взрослыми сложившимися мужчинами Одна из самых нанотрогательных историй Это история 18-летняя Иннокентия Плотникова Это двоюродный брат, классика нашей камчатской литературы Георгия Поротова Кеша ушел на фронт, ему было 18 лет Это самое начало войны, лета 41-го года И он своей маме написал письмо 1 января 42-го года Там были такие строчки, что «Мам, не волнуйся, у меня все хорошо» Вначале мне было тяжело, а сейчас я уже ничего привык Наверное, мама, получив это письмо Как бы у нее ни болело сердце, но, может быть, чуть-чуть успокоилась Что выдерживает ее Кеша все тяготы войны И буквально пройдет несколько месяцев И весной 42-го года Кеша, не дожив до 19-летия Погибнет в страшном сражении по деревне Рохоровка Это одна история Есть у нас история про казака, знаменитого казака По фамилии Недорубов Он полный георгиевский кавалер, представляете? И еще он герой Советского Союза Его эскадрон наводил ужас на немцев Выжил, прошел такую страшную войну До этого я уже не буду говорить, что до этого были лагеря И он участвовал в параде победы Он открывал в Болгограде знаменитый мемориал на Мамаевом кургане Вот такие наши герои И если когда вы будете читать эти истории У вас будут появляться слезы У вас будут щеметь сердце Это так надо, это правильно Это говорит наша с вами генетическая память 55 недель в этом году То есть 55 историй об участниках войны О героях войны И вторая часть акции называется «Бессмертные книги» Эти книги рассказывают о войне Книги, написанные писателями, которые сами прошли героями войны Такая страшная окопная правда И мы считаем, что эти книги должны также быть Таком, знаете, своем бессмертном книжном полку И обязательно в этом году прочтите, перечитайте Прочтите своим детям, внукам хотя бы одну из них Это уже будет ваша дань памяти тому поколению, которое прошло войну И в заключение я хочу сказать, что надо писать, надо говорить Потому что слова, которые написала Ольга Пиргольц Которые сейчас выбиты на Пискаревском кладбище Никто не забыт и ничто не забыто Они будут в веках Столько, сколько вообще будем мы жить с вами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»